Бросить назад и захватить возможности кого-то в плен. Когда группа выдвинулась на передний край позиций, мы взяли в плен одного российского офицера, капитана российского спецназа из города Тольятти. Начав оказывать ему первую медицинскую помощь и проводить эвакуацию с поля боя, мы начали двигаться дальше и взяли еще одного российского офицера в плен. Он был сержантом. Доставив их в госпиталь, оказав всю первую медицинскую помощь, мы решили, что там где-то, поскольку их была... По их информации, их была большая группа, где-то 12-14 человек. Мы решили пойти и искать их дальше. Выдвинувшись вперед, мы столкнулись еще раз с ними. Но, к сожалению, взять в плен у нас никого не получилось. Нам пришлось заступить, потому что у нас было трое раненых. Они не сильные, все стабильные. Они отошли и вернулись на свои позиции. Пленные сейчас находятся, наверное, в Краматорске. Доставлены в Краматорск, да, на каретах скорой помощи. У одного было ранение в предплечье, в правую руку. Тяжелый был, а у второго было ранение в руку. Но они тоже тяжелые, но, в принципе, стабильные. Они документами, да? Они приставили с российскими офицерами. Один был капитан, командир группы, а второй был сержант. А нападение было стрелковым оружием? Нападение, то есть они непосредственно вели бой. У них было стрелковое оружие, у них на прикрытии был пулемет. Они вели бой с АГС и стреляли еще по наминами. В 200-е это наш боец, который первый принял бой, который первый его видел, первый принял бой, но они сразу его убили, к сожалению. За временем нашего прибытия здесь, это уже третий выход группы, которую мы берем, с которой был непосредственно бой, непосредственно огневой контакт. И с каждым из этих столкновений мы брали в плен кого-то. Сейчас, до этого, правда, мы брали ЛНР, с Луганской народной республики мы брали пленных. Потом мы брали россиянина и сейчас еще двое русских спецназовцев. Но таких, скажем так, таких серьезных специалистов мы взяли впервые. Но мы все-таки дали им достойный отпор и показали, что мы тоже умеем воевать. Не только Российская Федерация воевает. Украина тоже умеет. А это была нейтральная территория? Или территория контролируемая? Ну, бой был... Они начали атаковать наш опорный пункт, и мы потом перешли в контрнаступление. Командир бригады решил, что нужно их отбрасывать дальше, мы перешли в контрнаступление. И фактически уже происходил бой на нейтральной... Они начали отступать, потому что мы их начали вести сильный огневой контакт, и они начали отходить. Мы их начали догонять или преследовать. Когда мы уже в третий раз начали контратаковать, нам помогла группа Айдара. Это уже в самом конце? Это уже в самом конце. Да, когда мы уже начали идти, идти вперед, выдавливать, давить дальше, нам помогла группа Айдара. У них тоже было двое раненых. Уже в последнем столкновении. В операции участвовала 92-я бригада. В непосредственном захвате противника участвовало 5 человек. Возглавляла операцию полковник Николюк, командир бригады Виктор Дмитриевич. В процессе допроса, как сказали военнопленные уже вечером, что их группа численностью 12-14 человек. Они все участвовали, да, в этой... Я скажу, они были в нападении, мы допускаем, что да, потому что очень ввелся большой плотный огонь, и они взяли очень большой радиус, радиус захвата территории. И нам, получается, до не нас... То есть нам было сложно их атаковать. Но в основном, когда мы уже вели допрос, пленные были тяжелые, поэтому нам только под присмотром вращей, то есть нам было очень мало времени, чтобы с ними пообщаться. Третья бригада спецназа с города Тольятти. Помощь в батальоне, в виде батальона «Айдар» пришла уже где-то... Когда мы третий раз начали идти в атаку, когда мы решили, что они там где-то еще есть, или они находятся где-то недалеко от нашей территории, когда мы решили, и даже если у них будут ранены, они будут в любом случае их вытаскивать, потому что это спецназ. Мы решили выдвинуться вперед и взяли с собой еще группу «Айдара». Это уже было в районе 17 часов. То есть с 2.30 до 17.00 бой вела только 92-я бригада. А в какой момент взяли пленные? Сразу? Ну, в пленных где-то взяли, первого где-то взяли, если бой начался в 2.30, пленного первого взяли где-то в 2.40, 5. А следующего через минут 10 мы взяли. Ну, пока мы его отнесли, принесли носилки, мы дали приказ, чтобы выдвинулась группа, ну, наша группа еще одна с носилками и с медикаментами. Перевязали его и быстренько на носилках выносили с поля боя, потому что узнали, что это россияне, но сразу представился русским. И мы очень сильно хотели спасти ему жизнь, потому что мы хотим обменять его на наших ребят, на военнопленных, которые находятся в плену ЛНР. Поэтому за ним смотрели, как не знают за кем. Очень сильно его лелеяли. И потом сразу же выдвинулись, начали идти дальше, искать второго. Искать вообще кого-нибудь. Нашли сразу второго сержанта. Они вообще сразу представляются, да? Ну, не сразу. Он сразу кричал, не убивайте меня, он кричал, не убивайте меня, я русский. Потому что он боялся, что мы его убьем, потому что он в энергии. Хотя мы... Вы же карателем. Поскольку они так считают, но поскольку мы офицеры все, мы солдаты, мы давали присягу, мы с военнопленными поступаем, как положено, лояльно. Мы берем их в плен, оказываем всю медицинскую помощь, и или меняем, или отдаем в другие структуры, которые разбираются. Наше дело, дело военных защищать территорию Украины. А забота других уже решать, что с ними делать. И для этого есть другие компетентные органы. А какой пример нам уверен? Одному 30 лет, 85-го года рождения, а второму 27-28. Молодые, да, они воюют здесь с марта. Как они сказали, с марта 2015-го года. К нам сегодня даже приезжали какие-то там дядьки, которые там книжки пишут военные. Это надо внести типа в книги, как происходил бой. Все зависит от командира. У нас очень грамотный и умный командир. Хороший военачальник. Все спланировал, быстро принимал адекватные, грамотные, четкие решения. И поэтому с нашей стороны минимальнейшие потери. При нашей контратаке у нас только раненые, потому что они подключили всю тяжелую артиллерию и били с нам всего, чего только можно. И мы выдвинувшись вперед малыми силами. Командир бригады все правильно, четко, грамотно выстроил. Когда вынесли нашего первого двухсотого, мы поняли, что или мы будем отбивать их. Такое нельзя прощать. Они уже нападают на нас, прямо у нас дома, на наш же порный пункт. Одно дело, когда просто стреляет артиллерия. Второе дело, когда они же не подходят в непосредственный контакт. Но чтобы показать им, что они не такие, не такие большие спецы или спецы, как они себя считают, мы решили пойти вперед. Но я считаю, что операция вчера прошла успешно. Мы показали им, что мы можем, что мы умеем, что к нам лучше не лезть. Я думаю, что всем остальным это будет уроком. Они, по-другому, сказали, что нам пришла информация, что отсюда вывели всех военных. Остались только какие-то маленькие подразделения. И мы решили пойти в атаку, то есть взять хотя бы там первые, начинать брать первые взводные опорные пункты. Возможно, это была спланированная операция. Они хотели приготовить себе плацдарм, захватить первый опорный пункт, то есть захватить мост. Самый стратегически важный момент. А дальше можно было развивать контрнаступление. Фактически они пошли в наступление. Фактически они пошли в наступление. Но совместными силами мы их остановили. И все сорвалось. Ну, сегодня, по сравнению с вчера, намного стабильнее, спокойнее. То есть есть обратный обстрел стрелковых боев. Сегодня таких сильных не было. Обстрел АГСами, минометами. То есть все, в принципе, стабильно, как каждый день. То есть режим тишины у нас здесь не соблюдается никак. Обстрелы ведутся каждый день, с утра до вечера, как положено.